в начале июня они тоже после проливного дождя когда в лесу влажно бывает такая погода ночью весь всю ночь шел дождь а днем солнце стиль как в бане тогда весь лес в улитках они спариваются несмотря на то что улитки гермафродиты у них есть и мужские и женские половые клетки но сами себя поводворять они не могут потому что половые клетки созревают в разное время и поэтому каждая улитка поочередно играет роль и самца и самки поэтому хоть они и гермафродиты нет разделения на пол но все равно для размножения нужна пара одна улитка размножаться не может я когда-то их всегда завез из лесу для барсуков у меня жили барсуки которые очень любили улиток и чтобы не бегать постоянно в лес я их завез тоже лет десять назад может больше и с тех пор они у меня живут не скажу не скажу я что они супер-пупер размножаются или этом наносит какой-то ущерб никакого ущерба от них я не видел они просто живут в сырых местах где больше тени больше влаги живут иногда иногда наступаю на них вот и весь ущерб на краю поля замечаем следы барсучка след как у маленького медвежонка он четко отличается от собачьих поскольку пальцы все почти на одной линии довольно крупный барсук здесь даже даже не шел он бежал бежал достаточно взрослый когти мощные мощные когти такие здесь обитают животные помимо улиток но мы уже все же ищем улиток а не барсуков вообще после таких дождей нужно отправляться на поиски виноградной улитки чем более сильные дожди пройдут тем лучше можно конечно и меньше дожди но тут важно влажность после дождя чем выше влажность воздуха чем более сырая лесная подстилка тем больше вероятность хода улитки меня подписчики просили снять видео про улиток вот снимаю сейчас фильм про улиток прошли очень сильные дожди после дождя весной улитки выползают и ищут себе пару вот наверно будет чуть позже концу мая а так сегодня и холодно сегодня в плюс 11 градусов но улитки все равно активны после дождя их море стоит немножко присмотреться и улитки оказываются везде они в наших местах крупные это вполне товарная улитка вот три сразу возьмут из них руки для масштаба вот такая вот такая планета варная улитка полезу их насобирать килограмм 2 5 ведро это по ведро то работа на час есть просто супер супер гигантские экземпляры я понимаю зачем просили видео или по всяком случае догадываюсь начитались люди в интернете суп супер прибылях сказочных баснословных от развода улиток что я могу сказать я никогда улиток не разводил специально и даже не собирался этого делать но тоже читал статья новых там супер прибыльных фермах почти ноль вложений в общем сказки для энтузиастов я хотел бы просто посоветовать не вкладывать последние деньги я уверен что те люди которые думают как заработать и читают статьи об улитках чем еще о раках по креветках каких-то я думаю что у них деньги не лишние это просто честные трудолюбивые люди которые ищут способ заработка так вот перед тем как вкладывать деньги попробуйте продать хотя бы килограмм виртуальных улиток через интернет как угодно а чтобы это не не было не выглядело как шахрайство соберите килограмм 2 улитка улиток себе на всякий случай вдруг будет покупатель и попрою попробуйте его продать я тоже читал потом приезжают покупают ищут просят любые количества как оказалось на проверку может где-то каких-то отдельных областях и районах и есть фирмы занимающиеся улиткой но я года три назад собрал пять литров 5 или трое воевая дёрка была как раз собой таких улиток и попробовал их продать не по 2 гривны а я поставил цену 2 доллара за килограмм 2 доллара за килограмм и считаю это очень очень немного нужно нужно ехать собирать это все тоже время два доллара за килограмм это я считаю минимум минимум за который стоит что-то думать не собирать там а что-то думать и размышлять меньше нет смысла так вот за такую цену никто не купил у меня ни грамма улиток ни грамма мало того ведь их ресурс полно это еще холодно 11 градусов 11 градусов если будет температура выше этом вот ползает если температура поднимется хотя бы до 18-20 будет тяжело ходить чтобы их не раздавливать вот прошел немножко дальше и сразу наткнулся на улитящий бега 1 бежит 2 бежит и все крупные это все крупные половозрелые улитки которые вот еще не 5-6 потеплеет и будут искать себе пару то есть и собрать улитку не представляет никакого труда написал и написали кучу статей и возможно у них есть клиенты на маточное поголовье это тоже с одной стороны обман просто потому что а можете не нашел своего своего клиента но в любом случае перед тем как заниматься покупать улит улиток и заводить фермы нужно попробовать продать пробную партию вот такой набор улиточек прямо в одном месте за один присесть еще одна одна не поместилась в руку аппетитные жирные взрослые улитки да еще один совет если вздумайте их собирать и тем более есть никогда не говорите местному населению если конечно не хотите чтобы они вас считали сумасшедшим а вот улитки уже на деревья лезут сейчас мы приблизим улитки уже лезут на деревья